Наш эфир продолжит брифинг службы центральных коммуникаций. В соответствии с 86-м шагом плана нации 100 конкретных шагов внесены изменения и дополнения в концепцию культурной политики Республики Казахстан. Они направлены на дальнейшую модернизацию отрасли культуры и содержат ряд институциональных нововведений. Более подробную информацию расскажут наши гости. Бег сыңырген қайраткері Ақтату Рахметола қызы Раймы қылуы. Коғам қайраткері, жазушы, философия ғылымдарының докторы, профессор, академик ғарифолла есім. Режиссер, Қазақстан Республикасы Мәдене-джене спорт министрлігі, Қазақстанның кинематографистері одағының тент орағасы Ағат Адылылу Ибраев, Қазақстан Республикасы Ұлттық музейін директоры Дархан Қамзабек ұлы мүмбай құрметті қонақтар қош келіңіздер. Алғашқа сөз кезегі Ақтату Рахметола қызы өзіңіздер. Қайрлы күн құрметті қауым, құрметті әрптестер, құрметті журналистер. Қазақстан Республикасының президенті Елбасы Нұрсултан Абшылы Назарбаев әтқандай, мәдениет ұлттың бет пейнесі, рухани болмысы, жаны, ақыл ойы, парасаты. Бүгінгі таңда мемлекет тарапынан Қазақ мәдениеті мен өнерін өркендетуге қажетті жағдайлар жасалып келеді. 2015 жылы Қазақстан Республикасы президенті Назарбаевтың жарлығымен бекітілген, мәдениет саясат тұжырымдамасында айтылған стратегиялық міндеттерді және 100 нақты қадам ұлттық жоспарын жүзеге асыру барысында қолданыстағы заңнамаға мәдениет және тарихи мәдени мұрама селелері бойынша бір қатар түзетулер еңгізілгені өздеріңізге мәлім. Аталған заң аясында Қазақстан Республикасы әкімшілік құқықтық кодексі, тарихи мәдени мұрама әбектілерін қорғау және пайдалану туралы, ұлттық мұрағат қоры және мұрағат туралы, мәдениет туралы, мемлекеттік сатып алу туралы, мемлекеттік мүлік туралы заңдарға өзгерістер еңгізіліп, 18 заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілер әзірленіп жүзеге асырулады. Бұл өз кезегінде мәдениет саласындағы саясаттың кейімділігін арттылуға, өз ұқпалың тегізеді деп сейнімдеміз. Также в целях реализации реформ, обозначенных в плане нации 100 конкретных шагов, внесены изменения и дополнения в концепцию культурной политики Республики Казахстан, утвержденную указом главы государства в 2014 году. Данные изменения и дополнения включают новые задачи, поставленные лидерам нации по продвижению общенациональной идеи Менгелек-Ель и направлены на дальнейшую модернизацию отрасли культуры и популяризацию казахстанской культуры. Модернизация менеджмента в сфере культуры. Активизирована работа по развитию сферы культуры как сектор экономики, привлекательной инвестиционной сферы для бизнес-инициатив. Также ведется работа по усовершенствованию музейной и театральной отрасли. В частности, повышение конкурентоспособности и дальнейшего инновационного развития прорабатывается вопрос о введении и внедрении мультимедийных средств в музеи страны. Также планируется организация работы официального казахстанского павильона на Венецианском биеннале, являющемся одним из самых авторитетных выставок мирового современного искусства. В целях интеграции казахстанского искусства в мировое культурное пространство прорабатывается вопрос внедрения и приглашения как пилотного проекта, приглашения на должности руководителей отдельных республиканских организаций культуры, музеев, театров, авторитетных международных экспертов области искусства, а также наших уважаемых выпускников международной программы «Булашак», которые на сегодняшний день активно внедряются в управленческую среду, также в наше общество выпускники программы «Булашак». Данные мероприятия обеспечивают дальнейшую качественную и эффективную реализацию концепции культурной политики Республики Казахстан. Разработан и утвержден комплексный план «Менгалик-Ель» по созданию серии масштабных кино-проектов, телепроектов на 2015-2020 годы. В реализации комплексного плана разработана концепция по модернизации работы акционерного общества «Казахфилим» с учетом внедрения передового международного опыта. Также данные мероприятия позволяют популяризировать уникальную казахстанскую культуру, выдающихся личностей и граждан, героев нашего времени, знаменательные исторические события. В реализацию концепции культурной политики по становлению правительства Республики Казахстан утвержден план на 2015 и 2019 год, в котором запланированы 60 мероприятий различной направленности на региональном, республиканском и международных уровнях, направленные на создание условий для формирования конкурентоспособной среды именно в культурной среде и формировании культурного кода нации современных культурных кластеров, реализацию культурно-туристических кластеров. В рамках создания условий для формирования конкурентоспособной культурной среды проведены серии социологических исследований, которые направлены на оценку динамики развития отрасли. Данные исследования позволяют нам объективно анализировать ситуацию, которая сейчас на рынке именно культурного продукта, а также в сфере развития культуры в нашей стране и планировать объективно и на основе этих аналитических данных дальнейшие наши действия. В целях устранения дефицита в профессиональных кадрах, например, в сфере балета, ансамбля, танца, режиссуры, хореографии, искусствоведения и арт-менеджмента, наряду с нашими тремя ведущими творческими вузами, 31 августа текущего года в Астане открыто уникальное заведение, которого нет равных в Центральной Азии и единицы только в мировом пространстве. Это Казахская национальная академия хореографии, единственное в своем роде творческое учебное заведение, которое охватывает все стадии обучения наших деятелей культуры. В 2016 году министерством проведен мониторинг потребностей в менеджерах для сферы культуры села и моногородов. Формирование культурного кода нации современных культурных кластеров определяет создание следующего уникального в своем роде учреждения, которое называется «Определение границ территории и зон охраны и создание базы данных объектов, включенных в предварительный список ЮНЕСКО». В этом направлении проведена работа, которая позволяет изучать архитектурные и археологические памятники национального историко-культурных и природных заповедников музеев, которые существуют на территории нашего Казахстана. Например, в рамках развития туристических транснациональных маршрутов и кластеров была проведена работа по генеральным планам, которые позволят нам определить пути возрождения музеев и заповедников. Например, на основе данного генерального плана на сегодняшний день у нас есть единственный в Казахстане археологический и исторический музей-заповедник памятники Древнего Тараза. И на сегодняшний день подготовлена карта историко-архитектурного опорного плана памятников истории и культуры, находящихся на территории города Тараза. Можно очень много говорить о наших отдельных планах, отдельных генеральных планах, а также перспективных планах по развитию историко-культурного наследия нашей страны, по историю, развитию и сохранению, реставрации, музификации наших памятников истории. Я остановлюсь на тех памятников, которые позволяют нам войти в список всемирного наследия памятников ЮНЕСКО. Например, в рамках подготовки научной документации по Сардаринскому отрезку для включения в серийную номинацию «Великий шелковый путь» в текущем году ведутся работы по изучению памятников, находящихся в Казалардинской области. Как вы помните, в прошлом году в серийную транснациональную номинацию «Памятники Великого шелкового пути» были включены 8 памятников житсузского отрезка Великого шелкового пути. Это Талгар, Каялак, Карамерген, Ахтубе, Стипнинская, Урнек, Кулан, Костубе и археологический комплекс Ахартас. На сегодняшний день мы готовим следующие отрезки транснациональной номинации в рамках шелкового пути. Также на очереди, например, у нас памятники Намадов, Берель, Исык, также Алматинского Боролдая, Каратища, Туркестан и так далее. Другие раритеты эпохи Саков. В общей сложности в течение нескольких ближайших лет планируется включить в список всемирного культурного наследия 24 памятника. В целях издания социально значимой литературы, направленной на формирование культурной ментальности казахстанцев, патриотизма, а также ценных установок и ориентиров для молодежи, в 2016 году будет издано 230 наименований общественно значимой литературы. Всего на сегодняшний день выпущено и распространено по библиотекам республики уже 111 наименований, общим тиражом 230 тысяч экземпляров. Традиционно проводятся международные конкурсы в исполнительского искусства в нашей стране на республиканском уровне, а также на международном уровне. Например, это международный конкурс пианистов, международный конкурс скрипачей, вокалистов, артистов балета. Не далее, как позавчера закончился очередной третий международный конкурс артистов балета, который, опять же, открыл замечательные имена наших новых талантов. И очень компетентное жюри отметило высокий уровень нашего балетного искусства, то есть искусства балета в нашей стране. Мы можем говорить о таких международных фестивалях, как «Музыка Великой степи», «Операли», международный фестиваль театров «Кукол Уртике», также фестиваль песен имена Колдаякова, международный театральный фестиваль, республиканский фестиваль, а также международный фестиваль стран Центральной Азии, которые проходят в Казахстане. Также вы знаете ежегодные международные конкурсы «Елюмменен» и «Тайольс из Дактолгауа». Хотелось бы ответить о динамично развивающейся сфере кино. Мы знаем, что на сегодняшний день разрабатывается и широко обсуждается концепция развития кинематографии до 2050 года. Мы знаем, что сегодня разрабатывается и на стадии обсуждения закон о кино, который также в реализацию концепции культурной политики необходимы для развития области кино. На сегодняшний день мы можем говорить о проведении международного фестиваля «Евразия», который ежегодно проводит. И вот недалее, как 24 сентября, откроется очередной фестиваль, который станет очень ярким событием и привлекает действительно международную публику, наши республиканские силы для того, чтобы наше кино развивалось активно. В целях участия казахстанских фильмов и зарубежных фестивалях класса А проводится большая работа. И на сегодняшний день вы знаете, что фильмы «Рывок», «Дорога домой», «Ореховое дерево» и еще очень много фильмов, которые представлены на международном рынке и завоевывают действительно гран-при и первые места, что является признанием нашего кино в различных жанрах, начиная от массового жанра, заканчивая арт-кино. Уважаемые коллеги, это лишь малая часть той большой работы, действительно напряженной и важной работы, которая ведется в рамках реализации концепции культурной политики Республики Казахстан. И я думаю, что работа по организации и реализации данных проектов, направленных на развитие нашей отрасли культуры, будет продолжена. И я думаю, вот коллеги сегодня присутствующие также скажут свое слово именно в раскрытии этой важной для нашего общества задачи. Спасибо большое. Сыге Кобра Ахмед, келес сөз кезега, Дархам Камзабекулу, измезгесно. Спасибо. 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 Мы будем с вами работать в Крым, Китай, Россия, Италия, Франция, Ветнам. Мы будем с вами работать в Крым. 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 Мы будем с вами работать. Мы будем с вами работать в Крым. 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 Крым. Мы будем с вами работать в Крым. Мы будем с вами работать в Крым. 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 Мы будем с вами работать в Крым. Крым. Сегодня эта концепция. состоит из вопросов состоит из вопросов. Мы будем с вами работать в Крым. Мы будем с вами работать в Крым. не только в Крым. в Крым. Но и на Крым. мы будем с вами работать в 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 Казахстане. Крым. Мы будем с вами работать в Крым. 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 задать вопросы к метров тестер сырақтарыныз болса саммастырма и сымайман егемен қазақстанан қазірге бухаралық ақпарат құралдарында алюметті желелерде қорқ музейлердің ақылы негізде қызмет көрсету жәнде талқыға тұсы жатыр ол шынды не айтасы ақылы деген қойыға күруге анедерге біздің мұражайларға солай қой сонды айтып қысыз қой осы мәселенді енді айтылып жатыр мен ұққанда түсінбей жатырым мысалы иранды болдың индонезияды болдың ғерманияды болдың францияды болдың үкраинады болдың осы мәселені сұжақты мен қырадым бұл қалай деп бәрі жерде ақылы еткені егер сіздің баратын жұмыңыз мұражайыңыз құнды болатын болса құнды нәрсенің бағасы болады тек күні құнсыз нәрсенің бағасы болмайды жайы көрес алуы сұлықтан егер сіз құнды нәрсеге бұратын болсаңыз сіз осы құнды нәрсеге ақтылып күріңіз керек бұл жерде әңгімес олай ғана болу күріп әңгімдед арқамырызы бұрақ айтты кейбір категорияларға біз солай жасап көйдікті бенді олы жергілікті мұражайдың басшылары солай шешет негізінде ақыл болу күрі қайтпесе ана отырған олы мұражайлар біздің мұна салықшыларын мойында ғытырған нәрсе әнеге салықшыларын мойында біз сала береміз біз егер көргімізге се біз өзіміз барып түліңіз керек қойын бұл аспанын кемратқан ақшы жоқ біздің салықшыларын ақшаса сонықтан ақылы болған дұрыс деп есеттігім әріқметті бұл енді мен бір сөз әйтеге дейін бұл ең алды менен қорық мұражайлар бұл мәдени тарихи ескерткіштер бұл ескерткіштер әрине мемлекеттік қорық мұражайлар болып түзімдет тұр және мемлекет өз тарапынан субсидияларды жасайды өздерінің финанс жағынан қаржы жағынан өзінің міндеттерін әрине қабылдайды да жасайды бірақ менің айтайын дегенім қорық мұзейлер ақылы қызмет көрсету арқылы оның инфрақұрылымын әріғар айдамын оны және материалдық техникалық базасын толық тұруына онымен қатар жәдігерлерді сақтауға қорғауға зерттеуге дархан қамзабек өлчәйтқандай кеңінен насиқаттауға мүмкіншіліктер тағы кеңінен болады сондықтан мұна ғарифолла ағаның сөзіне қосылып осы бір кішкентай өзінің сөзіндәйтінді бір әзірет сұлтан да болдым түркісанда хайшанын ең көлі өзінді кө сіз бір көпші тының құға, құптахты құрыған, жыртка ғы Өәл қамбыдай көкіні көптесінесің сөзіне қаға қырыл қырылаты бір кімній көе және қамына мүмкіншілік те қ pensando, күхан қам бюджета, как отбираются объекты финансирования, то есть есть ли критерии при выборе режиссеров или тематики кино, и не опасаетесь ли вы ситуации, ну, на примере России, да, когда финансируется миллион и уходит на совсем, ну, неправильное кино. Спасибо. Мы очень правильно у вас вопрос, на самом деле как раз таки это обсуждалось с представителями российской кинематографии, в том числе по признанию наших коллег с России та система, которая сейчас устроена там, она не до конца работает, потому что, в принципе, вот там сейчас существует фонд кино, в котором участвуют, скажем так, в жюри, в отборочной комиссии по принятию проектов именно те люди, которые в итоге снимают, но не потому, что ну, система так сложилась, потому что единственными экспертами, которыми могут быть в таком фонде, это те люди, которые как раз таки активно снимают, поэтому это как раз таки один из тех вопросов, которые мы сейчас обсуждаем в рамках, значит, нашей концепции, мы рассматриваем создание фонда кино, как он будет функционировать, значит, будет финансироваться кино не полностью, есть определенные, значит, критерии будут, значит, если вы могли условно найти там 50% бюджета, вы должны подать заявку на получение статуса национального кино, вы должны отвечать определенным критериям для этого, то есть это практика международная, которая используется и в Европе, и, значит, в Америке, и в Азии. Получив этот статус, вы имеете право, значит, подать application уже на финансирование остатка своего бюджета. Окончательное финансирование в некоторых случаях вы можете получить только тогда, когда вы получаете прокатное удостоверение, когда вы прошли все инстанции, значит, есть, конечно, определенное идеологическое кино, которое нужно снимать, которое необходимо снимать, которое не справится без государственной поддержки, оно предусмотрено отдельно. Есть детское кино, которое сейчас может быть не так востребовано среди частных инвесторов, и поэтому там тоже необходимо государственное финансирование. Но самое главное в данной концепции, это мы предусматриваем налоговые льготы и для местных производителей. То есть, условно, вы могли и не иметь там какого-то государственной поддержки или финансирования, но вы имеете право подать заявку все равно на получение статуса национального кино для того, чтобы не платить определенные налоги, иметь определенные льготы в плане налогов. А это, знаете, это очень большие суммы, и мы как раз-таки получили именно такую поддержку от представителей нашей частной кинематографии, в том числе и от Оскара Бесемина, Оскара Узабаева, ребята, которые сейчас сегодня снимают на коммерческое кино, потому что в основном их волнуют не те налоги, которые связаны в производстве, а те налоги, которые связаны с КПН, то есть после дистрибьюторства, когда они получают доход с кассы. Вот, то есть сейчас там предусмотрен целый ряд, скажем таки, механизмов, которые показывают транспарентность этой системы. Она и сейчас, в принципе, транспарентна, но мы имеем отношение уже к налоговым льготам, и в этой части мы очень много обсуждали этот вопрос с нашими отечественными киношниками, скажем так, и поэтому я не знаю, ответила я на ваши вопросы или нет. Я хотела бы добавить, что сейчас Ахат Адилович говорит о тех мерах по совершенствованию той системы, которая существует сейчас, по финансированию именно кинопродукта отечественного. Мы говорим о программе производства национальных фильмов, о тех деньгах, о тех бюджетах, которые выделяются именно республиканским бюджетом. И на сегодняшний день в рамках концепции развития киноиндустрии, то, что мы говорили, идет разговор и идет сейчас планирование именно облегчить бюджетную составляющую для того, чтобы действительно не все 100% было от государства, а все-таки было как инвестиционные проекты очень привлекательна сфера кино для вложений из частного бизнеса, из международных компаний и так далее. То есть на сегодняшний день мы можем говорить о очень реальных и перспективах развития нашего кинопроизводства. И, конечно, говорить о том, что выбор тех кинопроектов, которые будут производиться именно на бюджетные деньги, он основывается на мнении экспертного совета, который существует у нас в республике, и в состав которого входят наши представители, авторитетные кинопроизводители, сценаристы, проказчики, драматургии, драматурги, которые, в свою очередь, отслеживают сценарий и рекомендуют для доработки или для дальнейших съемок и использования именно в программе производства национальных фильмов. Спасибо за вопрос. Спасибо вам. Пожалуйста, следующий вопрос. Пожалуйста, представьте. Ажигалиф Мерхат, агентство Костак. Хотелось бы уточнить немного, вот у вас, господин Браев, по количеству пленки оцифрованной. Сколько планируется оцифровать пленки? И еще один вопрос. Ранее министр финансов в своем докладе о бюджете говорил, что Министерство культуры и спорта сократят финансирование в 2017 году на 16,7%. Не могли бы вы рассказать, в каких направлениях произойдет сокращение в вашем департаменте и каким образом это будет происходить? Спасибо. По поводу количества метров пленки, я извиняюсь, но это практически измерить невозможно, но я могу сказать точно, что это больше тысячи фильмов, которые мы хотим оцифровать, в том числе документальная хроника. По поводу сокращения, это в докладе министра финансов, я думаю, конкретно уже прозвучало. В данном случае по нашим бюджетным программам, которые финансировались государством, практически сокращений нет. Я могу сказать, что государство полностью поддерживает наше начинание. И сейчас я думаю, что большая задача, вот на примере кино, вы видите, расширять возможности, на примере кино, на примере заповедников, музеев, на примере музеев и театров, вы видите, что мы стремимся также расширять собственные резервы для финансирования отрасли культуры. Спасибо. Спасибо вам. Пожалуйста, следующий вопрос. Здравствуйте. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да, интересно узнать, как вы подсчитывали вот этих посетителей иностранцев. Кроме того, вы сказали, что на китайском языке появятся скоро у вас таблички в вашем музее. С чем это связано? Возможно, увеличилось количество иностранцев из Китая, которые посещают ваш музей. Если да, то какова доля увеличения или какое количество китайцев посещают национальный музей? И вот вопрос к господину Ибраеву. Вы сказали, что планируется введение налоговых льгот для зарубежных производителей. Скажите, пожалуйста, с чем это связано? Для чего нужны эти налоговые льготы? И как это отразится на конкурентоспособности казахстанского кино, казахстанских производителей кино? Спасибо за вопрос. Вы знаете, что мы живем в эпоху глобализации, когда мы интегрированы так или иначе в мировой культурный процесс в том числе. И на сегодняшний день тут пилотный проект, о котором я сказала выше, я думаю, он актуален для всех сфер нашей жизнедеятельности, экономики, культуры и вообще общества. Я думаю, что сегодня мы видим яркий пример назначения ректором Казахской национальной академии хореографии, примой международного уровня, народной артистки России Алтнея Салмуратовой, которая является также художественным руководителем Астана-оперы. И на сегодняшний день она является ректором, назначенным указом нашего президента Ельбаса. Мне кажется, что тот опыт, который она наработала на протяжении своей профессиональной деятельности, а также её опыт как руководителя, менеджера в сфере культуры, очень ценен для нас сейчас в республике, особенно в данное время, когда новый, например, ВУЗ, уникальный, единичный, в своём роде начинает свою работу. Я думаю, что то, что у нас сейчас сопредседателем Союза кинематографистов является молодой человек Ахат Адидлович Ибраев, который закончил очень престижные киноакадемии в Америке и является выпускником стипендии «Булашак». Также очень приятно для нас и то, что он сегодня является ещё и секретарём в акционерном обществе «Казахфилим». Я хочу сказать, что это пилотный проект, который позволяет нам опробовать, как и наших замечательных специалистов, авторитетных людей в области культуры, которые сейчас стоят у руля, являются менеджерами в области культуры, и в том числе привлекать наиболее интересных для нас и наиболее зарекомендовавших в мире себе менеджеров в области культуры. Мне кажется, это международный опыт, и нам стоит попробовать как пилотный проект. Спасибо. Да, в каких учреждениях, вы не уточнили? Это будут какие-то театры, музеи? Где поменяются ещё руководства? Вы знаете, это, я думаю, кадровая политика решается постоянно, это живой процесс. Я сказала уже тех менеджеров, которые уже на сегодняшний день утверждены, и мы, я думаю, что можем ещё надеяться. Это, конечно, ни в коем случае не говорит о том, что мы будем отказываться от собственных специалистов. Нет. Я думаю, что эта практика будет продолжаться, и в любом случае мы будем работать в этом направлении. Поддержку наших специалистов обязательно. Спасибо. Я добавлю, на самом деле, это очень, в международной практике есть такой опыт, и я думаю, у нас это необходимо. Потому что, чтобы выйти на международный уровень, нам надо именно вот таких с опытом, это привлечь менеджеров там, и фандрайзинг, это пока у нас не во многих учреждениях пока ещё нет по этому вопросу людей, специалистов. Если есть, и всё равно они должны учиться именно у зарубежных наших коллег. Поэтому мы даже, если мы найдём для музея, это для нас была бы находка. Мы тоже ищем, надо ищем, работаем. Я просто хотел сказать. Насчёт 27 тысяч иностранцев. Мы, конечно, самое демократичное место – это музей. Туда ходят и члены правительства ходят, министры ходят, и простой народ тоже ходит. И мы не просим предъявить паспорта или какие-то там. Это у нас то, которое зафиксировано, они многие заявки дают заранее. Допустим, делегации. Вот столько человек посещают. Есть другие, которые хотят оставить свои отзывы. Есть в любом случае, которые там первый раз, когда приходят, они представляются сами просто. Это из-за любопытствования. Поэтому по этим подсчётам 27 тысяч получается у нас. А насчёт на китайском языке – это не только на китайском, на турецком языке, возможно, на испанском, на языках ООН. Это дело в том, что, конечно, мы должны изучить именно потребность в этом. А вот именно сейчас очень много китайских туристов, и, я думаю, и на следующий год будут. Поэтому мы заранее сейчас уже готовим эти вопросы. Это, возможно, не только на других языках могут тоже быть эти китайцы. Туристов? Ну, я точно не могу сказать, потому что… Спасибо. А насчёт ещё финансирования хотел сказать вот одно слово. Если мы не будем выделять деньги на культуру, придётся нам выделять, насколько на много раз выделять деньги, чтобы мы боролись с безкультурой. Поэтому, мне кажется, в этом вопросе мы должны очень… кто… тем, кто обращаться и спонсорам, и всем тем, которые решают эти вопросы, они должны отнестись, чтобы очень бережно к культуре нашей отечественной. Спасибо. Отвечая на ваш вопрос, вот как я уже ранее сказал, кино вбирает в себя многие, скажем, такие факторы, не связанные с творчеством, в том числе и налоговая политика, по которой мы, конечно… То есть у нас есть определённые планы реализации нашей концепции. Мы будем советоваться с Министерством финансов для того, чтобы поженить, скажем, нашу концепцию с действующим законодательством. Но я хочу подчеркнуть, что это мировая практика. Какие-то налоговые льготы на определённые услуги, например, на гостиничные услуги, то есть в которых здесь определённой конкуренции с местным производителем быть не может. Но, кроме того, вообще, в принципе, налоговые льготы являются таким хорошим стимулом для того, чтобы хотя бы первые, скажем, 3-5 лет увеличить объём производства зарубежных проектов на территории Казахстана. Но мы должны также понимать, что будет отдельное требование, что от 50 до 70% группы, это съёмочная группа зарубежная, должна будет состоять из граждан Казахстана. Таким образом, мы будем повышать квалификацию, то есть техническую образованность местных кадров для того, чтобы уже улучшить качество контента на местном локальном уровне. Поэтому она, скажем так, как солнечные лучи, она, в принципе, очень налоговые льготы, имеет очень большое влияние, ну, такое, в принципе, на сферу кино. Продолжение следует...